У нас новогодние праздники, если вчера бегали, ходили в лес, на природе были, сегодня дома, и все как обычно у нас. Выпустили наших свинок, и свинки тут активно выплескивают свою энергию друг с другом. Пускаем чаще их в одиночки, чтобы они сильно друг друга не цепляли, потому что иногда такие игры, если за ними не следить, переходят уже в какие-то такие драки, выяснения, кто лидер. Вот, но когда времени свободного есть немножко, тогда вот выпускаем их вместе и следим за тем, чтобы они вот прям сильно-сильно там друг друга не мутузили. Ну и решили снять вам немножко, показать, чтобы вы понаблюдали, немножко отвлеклись от поседневных таких вот забот, и посмотрели на наших свинок, настоящие поросята. Храпят. Раньше дива, которая более светленькая, уступала Шане, вот этой, которая более темненькая, вот сейчас уже и не уступает. Это уже вот тот период, когда они, получается, в рост активно не растут, в большей степени уже развиваются так вот голова, костяк, туловище. Вот, и уже фактически дива догоняет нашу Шане. Сразу на старте такие более активные, а потом немножко уже устают, и такие вот игровоты становятся более пассивные. Лежат, друг к другу лапы кусают. Такое теление лежбища. Территория нас тут хватает, они прямо вот бегают здесь, как на полноценном таком стадионе. И немножко, когда уже отвлекаются друг от друга, или когда мы выпускаем их поодиночке, кидаем мячики, и они активно с мячами играют. Вот, ждали посылку с Алиэкспрессом, игрушки должны для них прийти. Интересно было, как вот первую реакцию на игрушку, как будут играть. Вот, но, к сожалению, наша почта России так работает, что ни подарки до Нового года не успели для нашей дочки, ни игрушки для наших собак. Так, еще ничего не пришло. Где-то там в Питере, в сортировочном каком-то центре, и вот до сих пор еще все там. Хотя все должно было быть уже там до 20-го числа, до 20-го декабря уже должно было быть у нас. Поэтому это почта России наша. Но как только они уже дойдут, мы их заберем, принесем. Я обязательно сниму ролик, покажу и первую реакцию на то, как они уже освоились с этими игрушками. И надеюсь, что периодически тоже будем что-нибудь такое придумывать. Какие-нибудь игрушки покупать. Вот, может быть, в дальнейшем спонсор какой будет, может быть, одежду какую-то интересную показывать будем. Ну, как это делают вот эти западные каналы с питомцами, которые там одевают своих питомцев в разные наряды, показывают это все. Это все тоже очень интересно, прикольно. Разные игрушки. Уже посмотрим. По мере того, как будем расти и развиваться, я думаю, что такого контента будет побольше на канале. У нас есть ссылки на вот эти вот донации в описании, в описании канала. Битва титанов просто. Просто вот кто кого. Перелюбит. Все, отвлеклись на запахи. Сейчас начнут опять. Дуреть. Дуреть начнут. Пойдем попробуем мячик на мячик. Переключить. Может быть, с мячом поиграем. Наш мяч. Уже такой убитый, заблоченный. Шан любит. Это ее любимая игрушка. Но Диву она любит больше. Если есть выбор между мячом и Дивой, то, конечно, лучше Дива. Дива ее нравится. Да, Дива ее постоянно провоцирует. Да вот, Шаня, может быть, я спокойненько играла с мячом. Дива, у кого ходи на место. Шаня, давай мяч. Шаня, где мяч? Где мяч? У нас такой домашний футбол. Успокойлись. Давайте мяч, мяч. 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 Дива. Успокойтесь, мяч Давай Отстань ты со своим мячом Мы тут друг друга Помутузить нам так интересно Помять друг друга Давить друг друга Покусать Это же самое любимое Контакты Такие игры у французов Стали немного уже Урезать чуть-чуть порции Потому что Уже если раньше как-то Больше в рост То сейчас стали уже заметно Именно набирать вес И для того, чтобы не было проблем с суставами Чтобы не было проблем С ожирением То есть французы Все бульдогообразные Они очень склонны к ожирению Очень быстренько ожиреют Поэтому их нужно придерживать Получается по порции По дозировке По норме У Дивы очень хорошо Стала раскрываться голова Прям вот мы даже не ожидали Как-то вот был такой период Когда Голова у нее значительно была Поменьше А сейчас даже вот Как-то стало Прям вот Действительно красиво раскрываться Такая интересная голова Хорошая стала Даже уже в чем-то Где-то вот есть Немножко даже преимущество Чем у Шани Ну по костяку Она и на старте Как была Немножко помощней А то еще по костяку И рассказ такой интересный Ну Шани у нас такая Головастая Головастая Большая голова Красивая А это у нее родители Такие очень большеголовые Вот она очень умная у нас Она прям такая вот Очень понимающая Умная У нее более такая Маска на лице Выраженная Она вот прям Все-все-все понимает Все прям вот Очень такая вот И в поведении Такая Больше логика Наблюдается Чи-чи-чи-ч-чь когда ругаем их, на звук реагируют и расходятся. Но это ненадолго. Это ненадолго, потому что начинают опять друг на друга прыгать и играть. Любят они вот такие свои игры. Самое главное, что стали уже постарше, и это уже не опасно для ушей. Уже ушки полноценно стоят. Хорошо стоят, поэтому... Также продолжаем готовить обеих к выставкам. Я думаю, что в дальнейшем еще попробуем выставиться и не раз. Ну и увидим, что нам скажут господа эксперты по нашим собакам. Как-то вот мы не огромные фанаты выставок, потому что в первую очередь своих питомцев любим за то, что они как бы личности. У каждой свой характер, своя специфика, свои... А затем уже как бы какие-то экстерьерные прям качества, потому что, ну, чтобы с другой стороны тоже соответствовать всем вот этим нормам экстерьер, развивать направление, добиваться каких-то вот таких структурных своих. вот, ну, это уже на втором плане. На втором плане, потому что каждая собака для нас, она очень цена, мы очень их любим. Вот если там будут где-то какие, может быть, там и незначительные минусы, очень многие расстраиваются, перестают любить своих животных. Особенно те, кто вот добивается только каких-то титулов на выставках и прочее. Вот в первую очередь надо ценить своих питомцев за то, что они как бы вот есть. за то, что они вам преданы, дарят вам свое время, внимание, любовь и теплото. Это самое главное. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим роликом, напишите в комментариях, кто вам больше нравится Дива и Лишани. Следите за нами, мы будем почаще снимать ролики, рассказывать, показывать о наших питомцах. Еще не раз вы видите, как они вот так играют. Если интересно, пишите в комментариях. Будем снимать почаще. Ну и предлагайте какие-нибудь другие, может быть, такие рубрики. Наверное, уже на такой более постоянной основе будем показывать наши прогулки в лес, потом уже погода поменяется, уже придет весна на озеро. Еще, может быть, что-нибудь придумаем. Сейчас погода поменяется еще по работам здесь, вот по дому будет много. Опять пойдут эти рубрики наши, стройки, ремонты и прочее, прочее, потому что будем делать помещение для питомника, где-то доделывать, где-то заново строить, где-то вот систему канализации, отопления и там вентиляции. Поэтому много всего интересного будет. Мы вот фактически с нуля будем все организовывать. У нас приехали для питомника наши печати уже официально. Мы уже ее получили. Тату-машину купили для того, чтобы самостоятельно делать татуировку, чтобы не платить лишние там от 500 до 1000 рублей за каждую татушку и там щенка. Клуб присваивает номера, и мы набиваем самостоятельно татуировку. Думаем, что будет, наверное, еще какая-то скрытая одна тату, чтобы можно было отследить принадлежность к нашему клубу, чтобы не было подделок. Потому что сейчас это очень модно. Присваивают чужие метрики, чужие родословные, чужие номера. Набивают тату, и очень много у нас, грубо говоря, таких питомцев-клонов. С одним и тем же номером. Будем развивать постепенно. Да, свинешка? А, поросешка? Подписывайтесь на канал, следите за нами, делитесь роликом, пишите комментарии. Всем пока, встретимся в следующем ролике. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!